Армия Зимбабве арестовала президента страны Роберта Мугабе и его супругу Грейс Мугабе. Кроме этого, задержали министра финансов. Местные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что Мугабе договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он готовится уйти в отставку. Напомним, что сам Роберт Мугабе правил страной 37 лет. Накануне после захвата гастросной телекомпании ZBC военные объявили, что выступают против окружения президента Роберта Мугабе из-за социальных и экономических страданий населения страны. Кроме того, генерал-майор Исаак Моя заявил, что действия военных Зимбабве – это не переворот. После того, как Венесуэла не выплатила проценты по облигациям нефтегазовой компании и ПДВСА и госбондам, рейтинг страны понизили до выборочного дефолта. Агентство Стендарт-Импурс приняло такое решение, так как в понедельник были просроченные платежи, на которые уже выделяли 300-дневную срочку. Их размер составляет около 300 миллионов долларов. Теперь владельцы облигаций, платежи по которым были просрочены, могут объявить о дефолте правительства и потребовать полностью погасить долг. Реструктурировать долг страны также будет непросто. Международные кредиторы отказываются приобретать бонды, которые не одобрила Национальная ассамблея Венесуэлы. Этот орган на фоне глубокого политического и социального кризиса в стране оказался в руках оппозиции. Теперь президент Николас Мадуро и оппозиционные политики должны договориться и найти компромисс. «Ходят слухи, что правительство и оппозиция попытаются разработать программу реструктуризации. То есть немного оптимизма на горизонте есть, но в целом ситуация в Венесуэле выглядит удручающей». В воскресенье в телеобращения к народу Николас Мадуро сказал, что страна не допустит дефолта. При этом, по мнению аналитиков, общий госдолг Венесуэлы составляет от 100 до 150 миллиардов долларов, а золотовалютные резервы ещё летом сократились до 10 миллиардов. С начала года в Украину было переведено миллиард 747 миллионов долларов. По данным НБУ, эта сумма на 128 миллионов меньше, чем была за аналогичный период 2016-го. При этом, сумма денежных переводов в пределах Украины с начала года составила 3 миллиарда 180 миллионов долларов. Это на 600 миллионов больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Космический корабль «Сигнис» прибыл на орбитальную станцию и успешно пристыковался. Захват грузовика при помощи роботизированной руки манипулятора осуществили астронавты Паула Нисполли и Рендольд Брезник. «Сигнис» доставил на МКС более трёх тонн полезного груза, включая продукты, одежду и новое научное и техническое оборудование. В том числе, это гибридная панель с солнечными батареями и антенна для дальнекосмической связи. Ракета-носитель «Антарес» с кораблем «Сигнис» стартовала с космодрома Уоллопс в Вирджинии 12 ноября. Изначально запуск был запланирован на день раньше, однако его отменили из-за того, что в зоне стартовой площадки появилось небольшое воздушное судно. Грузовик «Сигнис» будет пристыкован к МКС около трёх недель. Он захватит несколько тонн мусора и затем отправится к земле. В плотных слоях атмосферы корабль разрушится вместе с подлежащими утилизацией отходами. Это восьмая из десяти миссий по поставке грузов на МКС, которые запланированы до конца 2018 года. Следующие два полёта намечены на май и октябрь. Субтитры создавал DimaTorzok